Преобладает такая конституция психики уже в соответствии с умом. Есть венерианские типы, есть меркурианские, есть сатурианские типы мышления. Это уже связано с влиянием на ум, конституции. Есть конституции, связанные с разумом. Бывают люди в страсти, в благости, в невежестве, это уже разум так работает. Есть благостные люди, конституция, благостный человек, страстный человек, невежественный человек. Есть конституции, связанные с Варнами, Шатри, Вайши, Ашудры, Брахман. То есть человек ученый по типу, он правитель по типу. Это уже с направленностью разума, не с силой разума и чистотой. То есть с направленностью разума связана конституция. Тоже конституция связана с разумом. Ученый, руководитель, бизнесмен, рабочий. Четыре конституции. И так далее. Вам все сразу ответить на все виды конституции? А скажите, пожалуйста, что лучше есть холодную пищу или пищу, подогретую в микроволновке? Лучше застрелиться. Просто сразу застрелиться и не мучиться. Я не могу ответить на этот вопрос. Если у вас, допустим, очень холодная природа и у вас пища вообще холодная, не переваривается. Лучше есть пищу, подогретую в микроволновке и получить нарушение иммунитета при этом. Но еще лучше подумать головой, как организовать свою жизнь. Потому что, смотрите, это не вопрос ваших возможностей, а вопрос желания. Привожу обычно такой пример. Что лучшее? Если вы кого-то сильно любите, у вас назначат на свидание. И у вас нет времени. Что лучше, пойти на свидание или не пойти? Но у вас нет времени. Пойти. Все пойдут на свидание, да? Точно так же, если у вас есть четкое понимание, что вам надо пищу подогревать нормально, то вы будете в термосе таскать. В термосе пища сохраняется на много часов. Горячая. Понимаете? То есть есть немножко пошевелить мозгами и можно найти выход. Но если человек не хочет шевелить мозгами, тогда Олег Геннадьевич должен шевелить мозгами. Причем парадоксально. Что лучше, Олег Геннадьевич? Запор или виселица? Я не знаю, что лучше. Можно от запора умереть, можно от виселиц. Можно от микроволновки умереть, можно от холодной пищи. Не знаю, что лучше. Это вопрос вашего нежелания работать над собой просто. Да, ваш вопрос. Еще молоко, да. Это молоко. Даже я в Москве помню сухое молоко разбавлял и пил на ночь. Это тоже молоко. Но помогает, да, расслабляет, снимает напряжение. Но качество этого молока уже намного ниже, чем коровье молоко, допустим, которое от коровы берется. Еще лучше коровье молоко, которое от коровы своей берется, когда с любовью как бы ее дают. Я в Венгрии вообще невидическое видел коров, которые как кошки себя ведут вообще. То есть ты подходишь к ним, они подбегают, начинают от тебя тереться там, такие радуются тебе. Понимаете, они никогда не видели, чтобы их бьют там люди. Гоняют куда-то, то есть они вообще как кошки себя ведут. И у них настолько любовь к людям сильно развита, что их раз в пять лет всего надо соединять с быком. У них они пять лет подряд дают молоко. Обычно коровы максимум два года дают молоко. А тут пять лет. Вообще, то есть не надо, не надо как... Молоко не кончается, потому что они чувствуют любовь к людям. Для них люди как дети. Такой феномен вот там вот. Я перестал есть... Не будьте фанатиками. Нет другого молока. Лучше всего пастеризованное в магазинах покупать. Оно быстро портится, но оно бывает в магазинах. Пастеризованное молоко самое безобидное. В тетропакетах там уже добавляют антибиотики, там эти стабилизаторы какие-то. Это уже как отстой. Это молоко даже бактерии брезгуют. Если его открыть, вообще поставить, оно как кефиром не становится. Оно становится какой-то вонючей, какой-то тухлой какой-то штукой. Плесенью покрывается просто. Пастеризованное или стерилизованное? Но это просто подогревание, убиваются бактерии. Причем пастеризованное, это даже не до кипения не доводится. Там температуре 85, что ли, 90 градусов молоко долго держится. И оно... Пастер придумал такую систему, как бы молоко-молоко без заража. Пастер. Я перестала есть мясо и рыбу год назад. Резко похудела. Самочувствие ухудшилось. Верхние и нижние конечности всегда холодные. Особенно тяжело в холодный период времени. Очень часто хожу в туалет. Как быть в этой ситуации? Вес 40 килограмм. Поднимите. Вставайте. Кто сказал? Индивидуальный вопрос. Нет, человек. Хорошо. Значит, слушайте меня внимательно. Не вижу. А, вы, да? Смотрите, у вас в организме не хватает катастрофически масла и белка. Садитесь. Причина, почему вы похудели, заключается в том, что вы не понимаете, что такое пища без мяса. Пища без мяса – это пища, когда много масла и молочный белок там тоже во всех продуктах должен присутствовать. Ну вот здесь, допустим, вы начали поправляться, кушать начали здесь у нас? Да. А почему? Потому что здесь нормально готовят, понимаете. Часто люди вегетарианскую пищу воспринимают как постную пищу. Постная пища и вегетарианская – это разные вещи. Вот в православных постах постная пища, она такая скудная, там масла нет, там, ну, салатики какие-то, кашки. Понимаете, это не вегетарианская пища. вегетарианская пища это то что вот здесь вы на куш покушаете это вегетарианская пища нормальная пища которая насыщает наполняет и как бы я вообще ем понимаете когда я питался мясом 20 лишним лет назад я ел три раза в день и мне не хватало все время хотелось кушать сейчас я ем один раз в день и мне много понимаете она усваивается переваривается и понимаете как бы есть надо меньше когда человек если вегетарианскую пищу меньше надо потому что она лучше усваивается но надо правильно ее сделать в целом ошибка основная это не хватает жира и белка в тех кто пищи который вы сами готовить если просто кашки и салатики будете делать этого недостаточно нужно больше масла нужно больше белка вот такой ответ подскажите пожалуйста вы в лекции говорили что перевоплощение в человека возможно только из коровы обезьяны и хищника корова обезьяна вроде бы хоть как себе можно объяснить но почему хищник не хищник по моему там я так не говорил вот это копытные животные корова обезьяна слон дельфин то есть высокоразвитые уже такие живые существа это человек хищника может перевоплотиться который это в другую сторону вы не поняли как бы идеи вообще в человеческую форму жизни может попасть из любой формы жизни человек но живое существо по милости святого человек это происходит например если собачка кстати собаки и кошки тоже рождаются людьми следующая жизнь тоже рождаются людьми когда с людьми имеют отношения но они рождаются людьми в невежестве до а коровы в благости и копытные другие животные часто но если собака служила человеку и и сама как бы не пользовалась его услугами постель ему не какала то она может тоже как бы более-менее благородную форму жизни принять но первая форма жизни у животных всегда это какие-то такие отсталые народности такие где жизнь очень такая но примитивная чунгачанга какая-нибудь там что-нибудь такое вот где люди не совсем как бы еще сориентировались также когда у детей умственно отсталось это тоже означает первой жизни после животной форме жизни им тяжело войти в человеческую форму жизни сразу у них и не доразвитая хитическая отмечается сейчас очень много рождаются из животных форм жизни в человеческую очень много насколько благоприятно обедать за рулем что лучше кушать в пробке в городе или на большой скорости за городом и много прану надо знаете клизма как выглядит то есть такая это кружка такая и идет трубочка возьмите клизму вот подвесьте в машину вот туда как бы какую-то смесь такую чтобы она легко усваивалась без пережевывания в рот себе вставьте и эти за рулем открывайте крышечку раз замочек открыли пошло браз закрыли перестал эти но жевать одновременно и ехать за рулем невозможно когда человек едет за рулем и ест это значит что он есть стресс ну то есть никакого нормального пищеварения здесь не будет вообще кушать это самое энергоемкий процесс в организме когда человек ест им на лучше вообще никакие вопросы не обсуждать можно общаться там как-то радостно с близкими людьми лучше всего когда ешь не задавать вопросы каждый может высказать но не надо задавать вопрос когда ты задаешь вопрос человек расстревает все во рту потому что ему надо переключиться с потребления на мышление это разные вещи совершенно а здесь постоянно идет мышление причем стрессовое во время вождения ты же пытаешься не у не у не врезаться это стрессовое мышление всегда мои хорошие остановитесь просто сбоку остановитесь на 10 минут это несложно это просто страсть напряжение заставляет и кушать за рулем остановитесь возьмите вытащите термос вытащите свежие овощи фрукты соль масло включите духовную музыку на две минуты вот так расслабьтесь перед едой машине расслабьтесь потом спокойно покушайте еще пять минут хотя бы отдохните и потом очень спокойно идти хотя бы минут 15 без этих без дерганий едьте спокойно на небольшой скорости после еды вот так надо есть за рулем никаких вариантов есть во время движения это бред полный вообще если вы хотите убить свое здоровье пожалуйста попробуйте но если вы сделаете клизму как я сказал вот так вот и будет подсасывать то нормально жевать не на просто сосешь едешь это шутка как вид объяснять про наедение если мы получаем психическую энергию не более чем на 50 процентов из это значит это что это возможность что человек становится не только умиротворен самим собой и способен синтезировать внутренний поток энергии управлять но употреблять из еды и не употреблять из еды каким какое перевоплощение предстоит этим личностям правда едини не означает что ты вот если ты перестал кушать питаешься солнечной энергией это не значит что ты родишься в духовном мире высшие планеты гарантированно это такая сильная скеза не кушать это возможно не кушать это возможно но это очень высокий уровень йоги человек когда в прошлой жизни или в этой занимался йогой очень серьезно контролем то он может постепенно за несколько лет перейти на праническое питание то есть только солнцем питаться и все но при этом он должен обязательно мыться под душем или быть в воде как минимум час-два в день чтобы вода через поры заходила я и через поры же в это время будет выходить токсины из организма и абсолютно достоверно точно знаю что есть такие люди которые не едят ничего причем под 50 лет может могут не есть они очень долго могут жить при этом но такие люди не могут жить в обществе если начинают общение активное в обществе то они сгорают их психическое они должны в отшельниками быть как отшельники жить с природой только солнцем контактировать и вот так вот жить то жизнь для отреченных людей но если вы не готовы к такой жизни и начинаете проноедение то есть не не ваши каналы психические не готовы к этому а вы на раньше времени начинаете так действовать причем вы сами не поймете готовы или нет то у вас развивается дистрофия органов где-то за 6-7 месяцев такой жизни вы можете не умереть от голода человек умирает год голода именно от голода люди умирают от голода не того что им питательных веществ не хватает от голода голод это эмоционально психоэмоциональное состояние которое вызывает дистрофию что такое голос голод огонь пищеварение активизируется от желания покушать а человек не ест это называется голодом понимать внутреннее питание не подразумевает голод организм может усваивать то что является отходами то есть пошло в отходы и все усвоилась опять пищу произошел такой круг для этого круга нужно солнечная энергия получиться достаточно солнечным потом в северных странах это тоже невозможно про на ней только там где много солнца это возможно и потом зимой тоже про на еда не смогут выжить когда очень холодно могут но опять это следующий уровень опять же гималайк сидят такие люди там холодно они могут на снегу сидеть но это уже следующий уровень развить они сначала должны праной питаться в солнечную погоду а потом постепенно переходить в холод уже чтоб солнце брать уже холодное время это все знаете из разряда того что не стоит таких усилий объясню почему потому что цель человеческой жизни полюбить бога если ты питаешься правильно ты не знаешь что ты полюбил бога ты куда пойдут усилия таким ты становишься понимать поэтому я да говорят не надо слишком много аскеств совершать пустых нужно увеличивать свои отношения с богом и и давать служить людям про на еда не могут толком никому служить потому что они занимаются только своим питанием целый день тем что они не едят ничего это же труд на солнце надо постоянно быть еще что-то это труд понимаете какие-то блага людям давать им очень сложно потому что у них ограничена возможность общаться из-за того что они сильно контролируют расход энергии это как есть допустим электромобиль хорошая машина бензин не надо но далеко не проедешь и поэтому это тоже как бы неэффективно с точки зрения жизни которой ты хочешь отдать другим людям понятно да система это возможно но это неэффективно но это очищение от грехов эти люди очищаются до грехов идут на высшие планеты но в духовный мир надо чтобы пойти над служить богу да как напряжение ума можно снимать хатха йогой с помощью молитвы с помощью духовной музыки с помощью дыхательных упражнений задержек дыхания с помощью бани с помощью воды с помощью земли с помощью леса можно снимать напряжение выберите сами себе какой-то из этих способов можно цепочку повесить нашу и снять напряжение ума она тоже снимает процентов на 60-70 напряжение ума скажите пожалуйста если придерживаться правильного режима питания восстанавливается ли поджелудочная железа она может восстановиться на 50 60 70 процентов но есть 30 процентов которые связаны с кармой то есть просто в результате влияние планет влияя влияние планет заставляет забиваться тонкие каналы если человек при этом не совершать аскезы которые я перечислял хатха йога задержки дыхания носить кору там или ну вот эти все аскезы которые очищают тонкие каналы то полностью все равно не восстанавливается организм то есть благостная жизнь на 50 60 процентов улучшает здоровье но есть 40 процентов которые ну можно победить болезни только с помощью аскезы ну то есть аскезы направленный организм и то вопрос какой силы ваша аскеза есть такие болезни которые даже аскезы не пробиваются нужно все равно какое-то внешнее воздействие достаточно сильное такое тоже бывает люди которые встают на благостный путь они и все болезни у себя вылечивают остаются какие-то болезни какие-то проходят быстро то у меня была предастма у меня был гастрит с повышенной кислотностью у меня были какие-то заболевания перестал есть мясо начал режим меня соблюдать все прошло навсегда но есть вещи которые не проходят то есть и мне приходится решать усилия чтобы быть здоровым более-менее пример у меня тело напрягается очень сильно в результате нагрузок скованность мышцах позвоночнике появляется мне приходится каждый день час полтора заниматься хатха йогой чтобы расслабиться понятно да или в баню сходить баня тоже меня расслабляет с какой конституции связаны проблемы с заложенностью носа ночью есть две два типа заложенности носа или это огня много в носу и там воспаление возникает или много слизи а бывает это все вместе и то и другое но признаком заложенности носа заключается в том что есть две оболочки самая наружная оболочка она же связана со слизистыми оболочками оболочка связана с кровью обе они если там блок психический то возникает заложенность нос как хроническое заболевание или одна из них если блок понимаете то есть опять же очищение организма на тонком плане убирает проблему хроническую с какой да так вот мы по режиму дня уже продвинулись какую часть записывать теперь по жизни как избавиться дурных мыслей повторяю голове постоянно имя бога или я желаю всем счастья но вторым фоном все равно грязь лезет понимаете она лезет потому что это объем работы вы же хотите нет не доработать ничего не делать до в этом мире а грязь лезет это ваш объем работы то есть почему грязь лезет потому что вам ну сверх душа показывает вот смотри у тебя есть вот такая грех грехи вот такие и из этих грехов ты мысли текут в этом ключе надо продолжать повторять имя бога и желаю всем счастья служить людям фон этот постепенно будет слабеть и придет время он вообще будет исчезать а потом опять вспыхивать вновь я тоже когда делаю какой-то неправильный поступок у меня фоном начинает идти грязь я начинаю молиться и потом он проходит просто разница заключается в том что есть когда люди начинают заниматься духовной практикой у них внутри очень сильно сидит желание райских планет фактически это желание мотивом для людей которые начинают заниматься духовной практикой и поэтому человек хочет счастья чтобы его никто не трогал он не понимает что в духовном мире счастье по-другому выглядит там нет такого чтобы тебя никто не трогал там все страдают духовном мире страдают от любви там нет вот этого балдежа знаете а так хорошо нет проблем как некоторые воспринимать духовный мир это такое место где все спокойно хорошо там можно летать наслаждаться духовный мир это место служит постоянно они испытывают часть от служения и в страдании для них тоже как счастье по богу это духовный мир райские планеты это вот где все хорошо и балдеж и все классно это отдых просто от работы все стремятся к отдыху и поэтому если параллельно с молитвой идет плохая мысль а хочется же райских планет рая поэтому человек думает блин ну что такое я же уже должен быть в раю я уже начал имя бога повторять почему деньги заплачены где услуги понимаете а святое имя бога не предназначено для того чтобы в рай попали бог наоборот может вам больше трудностей если вы ему начнете поклоняться он пришел быстрее вас очистить может вам больше трудностей еще создать жизнь понимаете самого настроения избавиться от страданий она неправильно страдание это вот человек когда вот он стоит в углу хорошо когда человек в углу хорошо стоит когда он не пытается из угла выйти он говорит папа я согласен я виноват стою в углу спасибо папа думать ну пора выходить уже все а если он пытается выйти он говорит я уже все сделал я я я согласен я хороший мальчик выпускайте меня из угла папа стой дальше понятно да система если вы хотите быть хорошим мальчиком быстрее выйти из угла не получится ничего надо радоваться и стоять в углу идут плохие мысли молимся богу дальше все хорошо я наказан поэтому плохие мысли я наказана не могу выйти замуж я наказана поэтому меня геморрой человек должен должен сначала принять судьбу не надо с ней конфликтовать я наказан поэтому вот так вот моя жизнь все прими судьбу согласись тем что у тебя такая жена такой муж такие дети такая работа согласись со всем что в твоей жизни есть олег геннадь говорит надо жить среди хороших людей а я живу среди плохих я сейчас всех брошу поеду хорошим так не работает система вы там никому не нужны такое понимаете среди хороших надо самому стать хорошим сразу поменяется атмосфера некоторые врачи в ко мне подходят а как набрать клиентов ты начни лечить нормально клиенты сами наберутся когда человек делает что-то хорошее сразу же ответ среда дает сразу а пока не можешь лечить нормально перебивайте как можешь понимаете о чем я говорю как только у женщин наступил хороший характер муж меняется или бог дает другого но уже не ваша забота вы принимаете какой есть какой есть судьбу да можно нормально можно выжить на 21 этаже йогой заниматься по 2 ну под душем почаще стать землю поставить себе ножки в землю там на компьютер работаешь есть есть прямая связь землю а есть медитативная можете допустим в тазик землю по по лесу можно деревья кстати посадить в доме они будут тоже давать силу фикусы до всякие пикусы вот ну то есть надо что-то делать понимаете можно землю поставить его компьютеры работать ножку в землю вы в лесу уже потому что вы связаны с энергией уже с этой духовная музыка фикусы пикусы ну то есть все можно оборудовать себе на 56 этаже нормальную жизнь но так как вы наказаны судьбой важно никто не заставлял там квартиру покупать сам купил вот за это будете часто отвечать страдает пусть ты угрода выкидыша укорочение шейки матки врач прописал гормоны я не могу ответить на этот вопрос не индивидуально вот я сейчас ошибусь и способствует тому что ребенок будет потерян и зачем мне это надо вообще ну к это сама идея неправильно вот опять же вот эта система али геннадь сделайте вот так и чтоб не было выйти даже такого не бывает мои хорошие с пациентом надо работать понимаете вот кто из вас строитель поднимите руку вот мне сейчас вот так домик постройки вот так раз домик стоит можете нет не могу я тоже так не могу вылечивать вот так и вылечил одним словом до девять женщин одного ребенка мы хорошие как вы относитесь к методу очищения кишечника шанг прокшалана хорошо отношусь нужно ли проводить очищение печени если да то каким образом все виды очищения это врачебные процедуры все они проводятся под контролем врача или когда вы научились это делать у врача можете это делать уже без него если метод для вас отработан какой метод очищения вам подходит как проводить это очищение все это исследование ваша организма проводится квалифицированным человеком допустим вы уже знаете какое слабительное вам подходит какой метод очищения подходит вы можете это по совету врача уже сами делать потом продолжать но Но сейчас я, допустим, вам скажу, все делаем магнезию. И вам магнезия может так замкнуть кишечник, понимаете, что потом никто не разомкнет. Может заворот кишок произойти, понимаете. То есть просто давайте будем понимать, что пьяный пришел на прием, мы его отправляем. Покурил, до свидания. Мы не лечим людей, которые это все делают во время приема. Но если там, как бы он вечерком выпил, днем уже отрезвел, нормально. В клинике пить, если мы увидим сразу, до свидания. Пить надо где-то за углом. Сел там где-нибудь с этими хануриками, ливнул. Нашел себе хорошую компанию, там у нас есть, в Ильском тоже хватает всяких. Потом пришел лечиться дальше. Мы любых людей принимаем. Они все меняются после клиники. Они попадают в хорошее общение, имеют отношение, лекции слушают. У нас комплексный подход. Человек весь день занят. То лекции, то йога, то как вот на фестивале, только лечебные такие мероприятия. Как женщине воспитывать, воспитывающего одна, все правильно распределить, режим дня. Нужно зарабатывать духовной практикой, дом. По милости Бога у вас все получится. Как распределить все? Все распределить надо. Все понемножку. Понемножку духовной практики, понемножку готовить. Ну все надо. У меня есть одна знакомая, она шесть часов в день молилась. И часа три она молилась и одновременно готовила мужу. И эта молитва тоже качественная. Она научилась так концентрироваться, что она одновременно готовила и молилась. Если нет времени, то можно так хотя бы. Ведь все равно надо молиться во время приготовления. А если вы не можете, допустим, вот эти вот, ну как, четки, да, держать, то есть счетчики такие, они даже на пальце, на пальце есть счетчики такие, на палец надел и считаешь молитву. Раз, готовишь, считаешь. Можно приспособиться, не проблем. Если совсем тяжело сконцентрироваться, есть даже голос духовного учителя у нас в традиции, который очень размеренно читает молитву. Так сделали просто, такую нарезку сделали. И ты вместе с ним уже, еще проще, повторяешь одновременно уже молитву. В Флорославе есть и женские монастыри, куда можно уйти в любом возрасте, в 20, в 40, в 60. А в ведической, если я не ошибаюсь, только в пожилом возрасте, неправда. Это у нас называется ашрамом. Ну, то есть, не бывают женские ашрамы. Но мы не практикуем это, ну, как бы, не поощряем, будем так говорить. Бывают женские ашрамы, но мы считаем, что это неестественно для женщины. Лучше женщине жить в семье. Ну, бывают отреченные женщины в нашей традиции тоже. А то я понимаю, женщина должна выйти замуж, а если нет замужества, как тогда жить? Надо больше заниматься духовной практикой. Если не можете выйти замуж, сейчас примерно половина женщин не могут выйти замуж, по статистике. Или разведены. И мужчины так же тоже. Многие люди не живут семьей. В Шамадбхагаватам предсказано, что в конце нашей эпохи, через сотни тысяч лет, люди вообще не смогут жить в семье. Все семьи будут разрушаться после половых отношений. Чуть-чуть пожили, ребенок родился, разбежались. Чем дальше деградация идет, тем меньше шансов выйти замуж или жениться. Результат деградации культуры, человечества. Жить в семье очень сложно. Надо принимать друг друга, боль друг друга, характер, недостатки. Много чего надо принять, чтобы жить в семье. Один человек больше в возможности заниматься духовной практикой. Посвящайте духовной. Но если вы живете один и гуляете, это уже не придумаешь грех. Живете один, воздерживайтесь. Женщина, которая воздерживается в одиночестве, она становится все красивее и красивее, 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 красивее. Пока кому-то не свернет крышу. И потом замуж выходит. А если женщина гуляет, одна живет, она никогда не выйдет замуж. Много говорят о паразитах в ЖКТ, которые в том числе мешают переварить пищу. Это бред. Это очередной бред. Что вот паразиты, которые живут у нас, они во всем виноваты. В раке там, еще не переваливаться из этих паразитов. Это, понимаете, стрелку перевели очередной раз. Не я виноват, не плохой. О, во всем паразиты виноваты. А паразиты везде. Они в пище, в атмосфере, везде паразиты. И вот они виноваты, и поэтому я страдаю и болею из-за них, и все, из-за паразитов. Согласно Айурведе, в основном в организме все бактерии, которые, кстати, попадают к нам в организм просто при дыхании, внутрь. Мы заглатываем тысячи бактерий, микробов всяких, когда дышим просто. Все они нужны нашему организму. Они стимулируют, поддерживают иммунитет. Если человек гриппом не болеет, у него иммунитет падает. Если человек не имеет этих бактерий, у него тоже падает иммунитет. Эти все микроорганизмы нужны в нашем организме. Но, чтобы не было лишних организмов, для этого есть продукты питания, которые обладают силой уничтожать бактерии. Я вам перечислял эти продукты питания. Это грецкий орех, дальше зверобой, чай со зверобоем можно пить. Все виды круглых перцев. Белый перец, черный перец, зеленый перец. Они разные спектры паразитов, патогенных бактерий убивают. Корень полыни можно иногда употреблять в пищу. Мускатный орех, гвоздика, куркума, пижма. Можно чай с пижмой пить. Вот эти кишечные инфекции уничтожаются. Полынь, половые инфекции уничтожают корень полыни. Или просто лист полыни. Полынь горькая. Если другие виды полыни, они тоже, каждый полынь свой вид инфекции уничтожает. Таким образом, есть куча антибиотиков естественных, природных. И они дают возможность не болеть. То есть эти паразиты не размножаются сильно. Семечки тыквы убивают глисты. Они их не убивают, они делают им нервно-паралитический эффект такой. Глисты присасываются к кишечнику и так живут. А семечки тыквы парализуют жевательные мышцы глистов. Представьте, у них не работает присасывалка, они не могут присосаться и просто плывут по течению. Как Кашпировский говорит, плывите по течению. Все глисты выплывают в результате по течению. Понятна система, да? За какие грехи человек храпит по ночам? Замучился человек тут один есть, он храпит. Всех замучил тем, что он храпит. Постоянно всем об этом говорит. Это из-за того, что расслабляется глубокий мозг слишком сильно, и мышцы расслабляются гортани. И человек вдыхает одновременно ртом и носом. Чтобы этого не было, для этого надо есть шапочки специальные. На ночь одеваешь шапочку, они привязывают челюсть тебе. И все, ты не храпишь. Нышишь, дышишь, только носом. Все. Все очень просто. Я предполагаю, что наша цепочка, которую мы сделали, она может избавить от храпа, потому что она, сон делает более поверхностным. Обычно людям нельзя на ночь одевать цепочки эти. Но у тех, у кого сильно напряженный мозг или сильно расслабленный, можно пробовать на ночь. Например, при заикании можно ночью поносить цепочку, чтобы снять напряжение с головы. Или при храпе, когда сильно расслаблен мозг. Такой же эффект бывает, когда человек писеется по ночам. Это тоже от чрезмерного расслабления психического. Тоже можно попробовать цепочки на ночь носить. Может быть, не будете писаться. Как лечить гепатит С? У нас пока неоднозначные результаты. Этот вирус, он очень стойкий. И в целом мы делаем, ставим на безымянный палец белый коралл. Вот так, как у меня стоит. У меня нет гепатита С, но мне подходит. Я ставлю себе. Потому что часто с инфекционными людьми имеешь дело. Белый коралл уничтожает вирусные инфекции. На белый коралл, на безымянный или указательный палец. Указательный, когда у человека склонность к простудам. Безымянный, когда гепатит С. Чаще всего людям, у кого гепатит С, подходит белый коралл на безымянный палец. Второй способ у нас есть для этого. Это хвойные деревья. Они все вирусы, как дормозят, уничтожают. Ветки сосны постоянно держать в комнате, в которой ты живешь, в свежем виде. Две недели они могут стоять, не портиться. Потом новые надо ставить. Следующий способ. Это косточки манго. Больше как-то в пищу стараться кушать косточки манго. Они против вирусным действием обладают. Именно на вирус печени. Гепатита печени, гепатита С. Или вообще гепатитов вирус любых. Открывать там то, что мякоть внутри есть. Следующее. Это опять белый перец. Он является самым таким сильным средством против вирусов. Есть длинный перец или семена пиполи. 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 Семена пиполи. Они тоже против вирусным действием обладают. И таким образом вы можете заглушить активность вируса. И печень не будет разрушаться у вас. Также, когда мы ставим кору. Человек профилактически носит кору. Замечено, что вирусная активность снижается значительно. Или вообще перестает быть активным. Но у нас всего несколько случаев есть за всю практику. Когда человек поносил кору и вообще не нашли ничего, связанного с гепатитом С. Не вылечился. Так что мы боремся с этим. Боремся. То же самое касается туберкулеза. То же самое касается СПИДа. Вот прямо обещать, что вылечиться мы не можем. Но помочь как-то улучшить жизнь с помощью этих методов можно. Понятно, да? Не могу отказаться от рыбы. Можно ли считать себя вегетарианцем? Глеб ли убивать рыбу, если ты ее сам разводишь? Даешь ей жизнь. О, даешь ей жизнь. Вот это классно. Кто рыбе может дать жизнь? Поднимите руку. Кто из вас такой удивительный человек? Я посмотрю на него. Кто из вас может дать жизнь? Хлебу, допустим. Вы сажаете семечко, вы даете ему жизнь? Нет? Нет. Жизнь дает Бог. Семечко растет не по вашей силе и вашей воле. Так же рыбы размножаются не потому, что вы им даете жизнь. Вы их не разводите, а мучаете в аквариуме. Или где-то там вы их мучаете в пруду. Ну, то есть вы их разводите, да? Просто кормите, они размножаются там. Значит, вы их разводите, да? Ну, с таким же успехом, значит, вас тоже разводит кто-то. Вас Бог, значит, кто-то разводит. Вас кормит. Поет. Они дают вам место, где жизнь, значит, вас разводят и могут убивать, значит, точно так же. И съесть потом. Представьте, Бог нас разводит, потом раз съел. Вы согласны так жить, нет? Лев Толстой говорил, если ты хочешь что-то узнать, примени это сначала к себе, а потом спрашивай про других. Но, понимаете, я не против того, что человек ест рыбу. Это хорошо. Это лучше, чем есть мясо. Если вы едите рыбу, это хорошо. Продолжайте есть рыбу, молитесь, занимайтесь духовной практикой. Пройдет пару лет, и до свидания, рыба. Вы не будете хотеть рыбы. Ну, будете есть креветки, допустим. Потом еще пройдет какое-то время, и креветки, и до свидания, будете морскую капусту есть. Я до сих пор морскую капусту ем. Раньше рыбу любил, сейчас морскую капусту ем, мне нравится. Мне рыбу заменяет полностью. Да? Самому заниматься духовной практикой, лишения какие-то терпеть дома. И устанавливать добрые отношения с ребенком. Если вы его мучаете, приказываете ему постоянно, у него отшибается всякое желание, вообще энтузиазм. Вдохновляйте его. Не мучайте, не приказывайте, вдохновляйте. У него проснется совесть тогда. Ну, в целом, как бы, так как школьная программа ужасная сейчас, детей пичкают всякой ерундой, то, что им не надо в жизни, никогда не понадобится. Дети все имеют отвращение от учебы. Просто одни из них могут учиться, другие не могут. Одни хотят, другие не хотят, и все. Но сказать, что все были счастливы, кто-то... У кого ребенок счастлив от учебы? Поднимите руку. Ну, два-три человека максимум. Это уж совсем какие-то необычные дети. Гениальные какие-то дети, наверное. Благодаря вашим лекциям я вышла замуж. Одна женщина. Я помню. Одна женщина. Я был тогда совсем молодой еще. Мне было 23 года. Я начал читать лекции. И собирал... Я на Вазовской турбазе работал. Собирал людей. Лечил закаливаниями. Всех лечил закаливаниями. И режим дня и закаливаниями. У нее два метода лечения всего было. Режим дня и закаливаниями. Травки тоже давал пить. Ну, она приехала. Женщина, у нее было 11 выкидышей. Ей было 33 года. И она уже все уже... Она уже потеряла веру, что вообще как-то может зачать. И она даже боялась зачинать, потому что выкидыш это же не просто бесплодие. Это страшная вещь. Как теряешь заново жизнь. Вот. И она тоже начала закаливаться, купаться в проруби вместе со мной. Каждый день купалась в проруби. И к концу вот 14 дней тоже заезды были. Где-то через 14 дней она обнаружила, что у ней уже задержка несколько дней. Она продолжала купаться в проруби при этом. И она поняла, что она во время беременности купалась в проруби. Она пришла ко мне, говорит, что делать? Я говорю, да, ничего не делать. Нормально. Продолжает закаливаться. И у нее, понимаете, у нее как во время закаливания тело расслаблялось. И видно, у нее бесплодие было из-за сильного напряжения в матке. И от закаливания матка расслаблялась. Закаливание расслабляет тело. И она так закаливалась всю беременность. И потом, когда она родила ребенка, она пришла с мужем ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за сына. Но муж, мне кажется, при этом как-то неловко себя чувствует. Богу-бога благодарите за сына, за дочку. Ага, просто одна благодарность и все. Нет никакой записки. Думал, что-то спросит. На меня напала изжога. Обжираетесь, наверное, на фестивале. Мучает уже все дни. До этого я не знала, что это такое. Я пробовал исключить блюда, но тщетно. Специи. Это специи. Вам не подходят специи. Бывает так, что людям не подходят специи. У нас есть питание специальное. Мы как-то даем тем людям, которые не могут, допустим, вареное есть за специями. Есть такая пища у нас. Узнайте, кушайте такую пищу. Мы на фестивале делаем никогда исключение. Когда совсем тяжело человеку. Ну, значит, вам со специями не надо кушать. Иногда бывает, что человеку специи вообще не подходит. Ему не надо со специями кушать. Изжога от специй бывает. В основном. Слишком много масла может дать изжогу. Ну, это исключение. Так бывает редко. В основном людям надо много. Ну, достаточно много специй, пищи и масла. В основном. Как правильно лечить мастопатию? Можно приезжать на кору. Мастопатия у нас часто проходит. Много случаев. У нас есть раздел отзывы на сайте. И там отзывы о лечении. И там вот все, что мы пишем, это значит, что часто помогает человеку. Мы берем какой-то отзыв. И это значит, что это часто помогает. Нашли свою болезнь? Приезжайте, поможет. Пожелание и счастье. Пожелание и счастье. Ага, все, уже время кончилось. Ну, вот смотрите, видите, вот сколько я ответил. На все записки я все равно не отвечу. На вас вопросов больше, чем у меня даже есть мысли в голове. Вот, поэтому я на следующей лекции сколько смогу, столько отвечу. Видите, даже получилось по здоровью лекция, да, более-менее так. Еще раз напоминаю, что у нас вот анкетки лежат. Пожалуйста, после лекции заполните. Это ваше служение нашему фестивалю, ваша благодарность. Она в виде этих анкеток. Скажите своим друзьям, которые не пришли на лекцию. Если вы знаете точно, что кто-то не пришел на лекцию, возьмите с собой анкетку для него и дайте ему заполнить. Возьмите всем анкетки, кто не пришел из ваших знакомых с собой, чтобы они заполнили. И можно принести к нам в медицинский корпус, 26-й корпус, или здесь вот сейчас на выходе сдать, или принести туда в медицинский корпус, сдать. В общем, пожалуйста, заполните все анкетки. Нам нужно много анкеток, чтобы написать научную работу. Будет писаться диссертация по фестивалю. Уже есть тема диссертации, научный руководитель. Все есть. Надо начинать писать уже. Сели прямо. Если кто-то в нашей традиции духовной находится, из вас, в моей, в Айшнавской, и вы хотите на лето давать ребенка, то Володя Слепцов, как бы, можно к нему подойти, узнать информацию подробно. Это в Абхазии происходит такой отдых на море. Там есть каждое лето преподаватель, который мужчин, мальчиков воспитывает, настоящих мужчин. А девочек нет пока такого. Я не знаю, по-моему, лет с десяти даже. Ну как, с пяти лет он берет, да? А? У него лагерь. Там лагерь, летняя школа же, да? Ой, я не знаю. Все, в общем, все по этим вопросам к Володе Слепцову. Там не сильно их мучают также духовной практикой. Можно, в принципе, и, допустим, если вы просто, как бы, хотите ребенка, чтобы воспитывали как-то в духе образования нравственного, можно, как бы, ну, есть даже такой фильм на эту тему, 20-минутный. Все вопросы к Володе Слепцову. Все. Он этим занимается. Вспомнили святого человека, настроились на святость. Кланяемся мысленно. И пытаемся служить. Мы служим как? Повторяю, я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.